Так, как обычно пациенты жалуются? Пациенты уже приходят с готовым решением, да, то есть, как я вижу эту проблему, вот, то есть, парадоксально, да, вот я эксперт, моя консультация стоит денег каких-то, да, они приходят, эти деньги платят, но мнение, меня как эксперта, оно их не интересует, оно их пугает, они уже сами знают, как, я говорю, подождите, ваше знание от вас не убегает, но вы послушайте, что я вам скажу, да, ну давайте. Итак, как правило, пациенты приходят с готовым решением, и, как правило, оно неправильное. Чаще всего они приходят еще и с искаженным пониманием ситуации, например, приходят и говорят, у меня снижена потенция, у меня снижена эрекция, у меня простатит, там, у меня жена не удовлетворена, они это знают напрямую, допустим, потому что жена их в этом уже упрекала, да, или они об этом, это они сами придумали, приписали, им кажется, что жена скрывает обиду, им кажется, что жена из жалости с ним сексом занимает, а ее, может, все устраивает, он не может такой интровертный какой-то тип реакции, она как-то вот особо, да, ну по-разному же люди кончают, у кого-то взрыв на макаронной фабрике, кто-то тихонечко там подстанывает, прикусывает губку, вот такая, может, жена у него тихонькая, скромненькая, да и все, она может внутри себя бурю ощущений переживать. Так ты спроси, она тебе скажет. Так, поэтому, когда вам кажется, что у меня потенция не та, еще что-то не та, что здесь нужно делать? Во-первых, дифференцировать все-таки это ускоренное семяизвержение или это синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи, или это хронический простатит обострился, или это эректильная дисфункция вообще-то, да, или это возрастной андроген-дефицит с общим снижением потенции по всем фронтам, да, и утренние эрекции, и влечения, и желания, и возможности, и так далее. Что это такое? Ну вот, конечно, этот вопрос решает только врач. Продолжение следует...